Когда спрашивали в школе, кем вы будьте, я сразу сказал, что я буду поваром. Меня зовут Маврик. С 1960 года рождения, 15 февраля. Родился в село Тхейна, Ачимчирский район. У нас в нашем селе жило около 300 дворов. Все одни были абхазы. Даже ни одной национальности не было. Обычно бывает в других селах. Там один русский, там грузин. В нашем селе именно все были одни абхазы. В детстве, как сказать, рано у меня отец умер. Нас было пятеро. Мы жили в селе. У нас кругом чайные плантации сейчас тоже есть. Ну, когда маленькие были, хулиганили. Но когда повзрослели, когда вкус денег почувствовали, мы всегда матери помогали. Чай собирали. Чай собирали. Даже на соревнованиях участвовали в сборке чая. Постоянно мы и в колхозе даже. Тоху держал, кукурузу тохал. И на фабрику ходил на этот самый. И у печки стоял, где чай обрабатывали. В 1978 году пошел в армию. Служил 3 года и 2 месяца на флоте. Работал коком. После демилизации с флота закончил кулинарное училище 2 года. В 1983 году устроился на работу в Ачимчирский район, село Абжуа в Пацхе. Работал немного поваром. А потом начал работать официантом. А потом женился. В 1984 году родилась дочь. Потом в 1985 году переехал в город Сухум. До этого у меня была прописка в Сухумском районе. Устроился ресторан Нарта. Благодаря хороших, уважаемых людей. Обслуживали мы первых лиц Абхазии. Из ЧК Тбилиси. Москва. Нас отправляли на спецобслуживание. Абком, горком, совет министров, верховный совет. Работал в Нарте. Под руководством Бориса Константиновича Витиня. Тодашний директор обкома парди Бориса Викторовича. Когда он поднимался в президиум. Мы вот так стояли. Когда он спрашивал. Молодежь, как дела, да? Мы до того счастливы были, глянусь. От его слов мы в воздух чуть не летали. Понимаете? Так я пробовал. А потом в 89-м году стал первый секретарь обкома Владимир Филиппович Хришба. Ну а потом партия не стала. Становится Владислав Игорь Григорьевич Ардзенба. Наши многолюбимые, уважаемые. Я просто не могу сказать. Он просто нация народа, что ли. Даже он Бог наш. Клянусь. Сколько раз я работаю, да? Звонит. Только присылайте джелью. Амклаб. Вот, кого я лично обслуживал. Ну, делал я с душой. Я много о чем уже не знаю. Конечно, я не знаю. Ну, работаю. Больше у меня специальности нет. Единственное, вот это просто моя специальность. Больше другого ничего не умею. С меня не вышло там бизнесмены туда-сюда. Вот наше мясо копченое. Она уже вот готовится, коптится. Вот, сыр наверху лежит. Тоже коптится. Вот наша национальная мамалыга. Мамалыга. Вот. Все вот вместе работаем. Вот коллектив. Один мамалыгу готовим. Повара отдельно готовит. Мы вот официанты. Вот Марина. Вара. Вот вместе вот работаем. Обслуживаем. Хотим посетителей. Ну, чтоб довольны были. Ну, убеждать. Ну, все для народа. Вот какой у нас двор. Правда, сейчас зимой немного. Вы сами знаете. Население у нас маленькое. Вот, летом мы вот ждем. У нас летом бывает полностью вот этот двор. Мы ставим столы. Есть маленькие, большие. Бывает даже свадьба у нас. Мы можем в течение полчаса человек 70-80 накормить. Я хочу, чтобы будущее наше, Абхазия, наше, я думаю, будет все хорошо. Благодаря нашему старшему брату, я политику не разбираюсь, я думаю, все ж таки мы должны жить лучше, чем даже раньше. У меня даже вот по отцу два брата имею русские. Ихняя мама была красивая женщина. Ну, а вот там она детей оставила, уехала. Вот эти мои братья, они мне отца заменили. Мне было шесть лет, когда у нас отец умер. Самому старшему было шестнадцать, младшему двенадцать лет. Они нас воспитали. Редактор субтитров А.Семкин